Ну и еще об Одессе, стрельба, убийства и горящие рестораны. Как этой ночью лихорадила город? Подробнее Андрей Анастасов. Восемь пулей с травматического оружия. Убийство произошло около часа ночи прямо в приемном отделении больницы номер один, известной в Одессе как еврейская. Так завершилась ссора с перестрелкой, которая по данным милиции началась чуть раньше на Дерибасовской. Конфликт возник между двумя группами молодых людей из-за женщины. У парней из одной компании было травматическое оружие. Стреляли, ранили двоих соперников. Те с еще одним товарищем поспешили в больницу. Конфликтующая сторона, я так понимаю, преследуя их, достигла в больнице и продолжила выяснение отношений. В итоге один погибший, резиновая пуля пробила парню сонную артерию. Еще двое с ранениями средней степени тяжести. Врачи и пациенты отделались испугом. Здесь такого еще не было со времен 90-х. Нападавшие, их было около пяти человек, скрылись на автомобиле БМВ темного цвета. Очевидцы утверждают, это были представители кавказской национальности. В этом случае дежурная смена, именно так и говорилось. То ли совпадение, то ли нет, но спустя пару часов после кровавых событий в больнице, в разных частях Одессы вспыхивают два крупных ресторана и сгорают почти дотла. Что интересно, их хозяева выходцы из Кавказа. В обоих случаях милиция усматривает поджог. А вот связывают ли правоохранители эти пожары с произошедшим в больнице, неизвестно. Ни русские хозяева, но всегда было тихо, не было никаких-то там скандалов, ничего не было. Чуть позже стала известна фамилия парня, погибшего в больнице. Это 28-летний Сергей Лащенко, мастер спорта по тайландскому боксу, призер многих чемпионатов. Милиция сейчас ищет стрелявших. В городе объявлен оперативный план «Перехват». Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса.